Здравствуйте, дорогие зрители! Спешим сообщить вам последние новости. Они у нас в последнее время размножаются просто как кролики. Но ничего удивительного. Лето все-таки все цветет, растет, колосится, плодоносит. Ну что, новость первая. Очень приятная. Ева Лангори официально представила своего нового жениха. Ну, не случайно говорим нового, потому что женихов у нее за последнее время было достаточно много. Ну что, новый жених, бизнесмен из Майами. Зовут его Эрнесту Аргуэлло. Они познакомились во время съемок шоу «Ready for love». Он как раз в это время расстался со своей бывшей подругой. И вот тут они, значит, два одиночества эти и встретились. И тут же обнаружили, что у них одна, но пламенная страсть, а именно филантропия. Ева дала интервью и сказала, что они великолепная пара. И что дружба и филантропия являются прекрасным основанием для романа. Ну, мы вообще-то думали, что прекрасным основанием для романа является любовь. Ну, Еве может быть и виднее. Тем более, что на основе любви все ее романы заканчиваются достаточно плачевно. Кстати, про любовь. Хосе Луис Родригес, известный больше как Эль Пума, признался, что помогает ему вести счастливую семейную жизнь со своей женой. Ну, на минуточку жене его гораздо меньше лет, чем 70-летнему певцу. И помладше она так лет на 30. Но ее муж – жертвенная натура и готов на все, чтобы ей было хорошо. А для этого он делает чего? Правильно, молодцы догадались. Он регулярно употребляет Виагру. Говорит, что чувствует себя на 40 лет. Говорит, что готов, так сказать, сражаться на любом нам фронте до 80. А вот и вообще является официальным лицом Виагры. Участвует в рекламных кампаниях. Я думаю, неплохо зарабатывает. Но, может, ему еще продукции дают кое-какие проценты. Ну, что мы можем вам пожелать? Молодец! Пусть продолжает в том же духе, лишь бы сердце не продвинуло. Ну, теперь новость не особо приятная. Новеллу «Латим Пистат» продолжают преследовать неприятности. Ну, мало того, что рейтинги очень маленькие. Последний рейтинг был вообще 17. Это для телевизии, для прайм-тайм крайне маленькое число. Ну, что делать. Потом был слух о романе между Химиной Новоретте и Уильямом Леви. Кстати, жена Уильяма, Элизабет Гутерес, все-таки высказалась по этому поводу. В том духе, что все вранье, наветы. И вообще она с Уильямом очень счастлива. Ну, что мы можем сказать. Ей, конечно, виднее. Тем более, что подобные скандалы с ее мужем, они происходят регулярно на каждых новых съемках. И самый такой характерный был скандал, когда на съемках новеллы «Сортелехио» ему приписывали роман с Жаклин Бракамонтес. Но потом выяснилось, что все это было в чистом виде, так сказать, как вам сказать, пиар-компании. А тут, значит, что? Ходят такие слухи, что Уильям может покинуть эту тонущую лодку. Он поскандалил с телевизорским начальством из-за того, что на съемочную площадку не пустили его племянника. Дело в том, что на телевизии есть очень строгое правило. Несовершеннолетних на территорию компании просто не пускают. По крайней мере, нужно просить официального разрешения. Причем это нужно делать за несколько дней. Ну вот, а Вилли, видимо, привел парня с собой. Видимо, хотел ему показать, какой он тут крутой весь из себя и как ему любые двери открываются. А вот облом был. Ну вот. И, значит, когда парня не пустили, то Вилли в знак протеста площадку покинул, что и было официально зарегистрировано. Вот на это обратите внимание. Официально зарегистрировано. И нотариально заверено. Ну, поговаривают, что Уильяма могут уволить со съемок. Хотя Сальвадор Михиэ это отрицает, утверждает, что парень будет сниматься. И что ему даже укоротят его страшные паклы. Ну что, у некоторых зрителей наступит просто праздник. Майский день именины сердца. Ну вот. Теперь, значит, новость у нас тоже очень интересная. Вы помните, был скандал с бывшим женихом Шакиры Антонио Даля Руи. Который требовал у нее 100 миллионов долларов и часть внедвижимости, которую они приобрели якобы совместно. Шакире удалось отстоять в суде свое состояние от своего бывшего жениха. Дело в том, что он утверждал, что у них было устное соглашение, и Шакира ему обязана заплатить. Ну так вот, Шакира нашла такие документы в своей электронной почте, где Антонио черным по белому заявлял, что никаких претензий к бывшей невесте не имеет, и что все принадлежит именно ей, Шакире Мебарак. Ну что мы можем сказать? Сохраните почту, граждане. Не чистите свои почты каждый божий день. Винтея рулят. Ну и последняя новость на сегодня. Габи и Спину, и Жан-Карлос Канелло расстаются. Ну в общем, так, ребята, тот, кто там в обморок упал, пожалуйста, вставайте и валерьянку убирать. Ничего особенного. Это не то, что вы подумали. Просто Габи снимается в новой новелле в Майами, а Жанек хочет пробиться в Голливуд. И решил обосноваться в Лос-Анджелесе, где намерен поизучать кинопроцесс и попытать счастье. Может кто возьмет. Ну, как бы вам так сказать, поприличнее. Певец вам может и неплохой, но как актер полная... Ну, в общем, сомневаемся мы, что куда-то он там попадет. Ну, может ему, конечно, с музыкой лучше продолжить. Ну, в общем, все на сегодня. Надеемся, что скоро увидимся. Я думаю, что новостей будет очень много. Так что ждите.